Город, в котором живёте, нужно уважать. Этого Борис Дубровский потребовал от челябинских строителей. Площадки, где возводят новые дома, сейчас далеки от образцового порядка. Грузовики выезжают со стройки с грязными колёсами, комья земли и глины, разносят по дороге и тротуарам. А сами стройки завалены мусором. Это Борис Дубровский наблюдал лично во время поездки по городским улицам и потребовал всё исправить. Репортаж Егора Ховисюка. Глина перемешана с чернозёмом и строительным мусором, а через всю эту грязь тянутся две колеи. Так выглядит участок в самом центре города. Здесь идёт сооружение котлована под многоэтажный дом. Следы грязи от строительной площадки тянутся вплоть до выезда на улицу. У ворот дежурит только охранник. Журналистам честно признаётся, мойки для колёс здесь нет. До этого работал, ленту строим на братьях Коширинах. Там директор сделал специальную мойку, машина уезжает, он у каждой машины моет колёса. Ну а здесь ещё не началась. Нет, не мыли ничего. У меня два раза были, и всё, они в команде. Это нарушение правил благоустройства города, заявляет Борис Дубровский на традиционном аппаратном совещании со своими заместителями. Главу региона лично возмутило, что грузовики выезжают со стройки с грязными колёсами. Комья земли и глины разносят по дороге и тротуарам. А сами стройки завалены мусором. Эту картину губернатор наблюдал во время поездки по городу. Необходимо, собственно, выработать совершенно конкретный навык у наших строителей, что они должны уважать тот город, в котором они работают, уважать, во-первых, себя. А это один из дворов на улице Лесопарково. Здесь тоже ведутся строительные работы. Но о том, куда выкидывать мусор, рабочие не задумываются. Прямо здесь, на ближайшей стоянке, образовалась вот такая вот куча. В ней куски утеплителя, миски от цемента и прочий строительный мусор. Строительная площадка располагается прямо посреди нового жилого комплекса. По прилегающей автостоянке разбросаны щебень, кучи земли, сломанные инструменты. Тут же и строительные материалы. И всё это буквально в 50 метров от детской площадки. Местные жители говорят, бывает и хуже. Если бы они договаривались на каких условиях, вот вы мне делаете, пожалуйста, вы всё убирайте. На строительной, может быть, главное, чтобы на детской не было. Уже нужно следить за чистотой. Мы уже в городе вот так погрязли в грязи, особенно в центре. Борис Дубровский ситуацию требует исправить. Займётся этим глава Челябинска. Строители обязаны смывать грязь с колёс перед выездом с площадки и прикрывать тентами перевозимый грунт и мусор. Курировать это будут также общественники из штаба поддержки главы региона. Даёт Борис Дубровский и ещё одно поручение. Стоянки должны быть только там, где они могут быть размещены. Это раз. Два. Этот бизнес должен вестись цивилизованно. Они должны платить арендные платежи, должны, собственно, платить налоги. Они должны, собственно, выполнять обязательства перед теми, кто эту технику поставил. На нелегальные парковки часто жалуются жители. Поэтому главе города нужно сформулировать универсальные требования к таким объектам, распоряжается Борис Дубровский. Парковки не должны быть организованы стихийно. Владельцы обязаны их регистрировать и платить налоги. А кроме того, выполнять перед жителями обязательства за сохранность автомобилей. Егор Хвисюк, Евгений Чекалов, ОТВ. Продолжение следует...